Хе-хей! Всем привет! С вами канал Культурный Кот. Я Игра Глаз. Вот рядом Штукинце. И сегодня хочу вам сделать такой рум-тур, даже квартиру-тур. Показать вам, где мы живем. Вот это место, я его называю так, нехорошая квартира. Как у Булгакова. Ну вот, кто читал Мастер и Маргарита, там была нехорошая квартира, где Волант остановился. Кстати, мы там были. Это дом-музей Булгакова, в Москве, там прикольно. Ночью можно прийти и, в общем, там очень интересно сходить. Если будете проездом когда-нибудь. И вот мы тут остановились. Мы тут прожили уже три с лишним недели. И я уже делал видео, где очень, так сказать, несчастное такое видео про то, что, ну, как обманывают в Израиле. Собственно, все, что я говорил в том видео, оно также и есть. Ничего не изменилось. Я считал и считаю дни, когда мы отсюда съедем. Потому что, честно говоря, становится хуже. То есть, реально, вот я считаю дни. Сейчас вот осталось, типа, шесть дней нам тут. Завтра останется пять дней. Вот ты ждешь, ждешь. Когда же ты переедешь? Почему так плохо все? Ну, очень просто. Как бы изначально, когда мы сюда приехали, нас уже как бы кинанули. Потому что сказали, что мы договорились, что тут будет какой-то один человек с детьми и все. Мы приехали, оказались еще там жилец один в еще одной комнате. То есть, уже обманули раз. Потом через две недели сюда подселили в еще одну комнату, еще двоих каких-то чуваков, каких-то вообще непонятно кого. Потом они съехали и сейчас вот подселили еще кого-то. То есть, просто как бы это балаган. Знаете, если такое еврейское слово или какое, я не знаю. Слово балаган, кстати, надо посмотреть будет. Наверное, она может быть действительно еврейское. Но смысл в том, что тут как бы хозяйка, она превратила эту квартиру в типа отель, где комнаты сдается вот так вот на день, на два, на неделю. И вот мы тут живем месяц вот в такой атмосфере. Одно дело, когда ты как бы на это подписался, ты понимаешь, куда ты приезжаешь. И ты вот типа, окей, я еду в такой вот бюджетный отель. Другое дело, когда ты снимаешь вот эту комнату, которую мы сняли в этой трех с половиной комнатной квартире, эта комната стоила 2 700. Всего хозяйка платит за всю квартиру 4 200. То есть, мы, можно сказать, большую часть этой аренды закрыли за этот месяц. И при этом она еще типа посуточно людей сюда нахерачивает. Мы на этого, естественно, не договаривались ни до чего. Это просто такой кидок нас. Если банально, как бы тут живет 4 семьи сейчас, да, банально 4 200 поделите шекелей на 4, да, вот, и вы получите как бы стоимость. Но мы заплатили, как будто бы тут живет мы и еще вот одна семья. Как будто две семьи. По факту живет 4 и они сейчас постоянно получаются в ротации. Какие-то новые люди постоянно рандомные приезжают. Непонятно, извините, там все-таки душ и непонятно, кто там чем может быть болеет. Я не знаю, как каждый день кто-нибудь там приходит. Один, потом второй, потом третий. В общем, и до этого не было договора. То есть, одно дело, ты заплатил там какой-нибудь там 500 шекелей и там или там 1000 шекелей. Ты приехал, ты живешь в таком, на таком социальном дне, да, грубо говоря, в самом таком месте, где вот постоянно кто-то приходит и это твои соседи как бы... Я ничего не имею против. Я как бы жил в общежитиях в Нидерландах, я поменял там штук 20 общежитий разных, но ты как бы вот езжаешь в общагу и ты живешь там типа три месяца. И там все люди вот в этой общаге все эти три месяца, это одни и те же люди. Ты к ним привыкаешь, это твои соседи. А тут из-за того, что постоянно кого-то подселяют нового, он там пожил, грубо говоря, неделю или там сколько-то, уехал. Потом новый кто-то приезжает, непонятно кто. И как бы, мало того, что тебя никто в этом не предупреждал, что так будет, тебя кинули, потому что ты как бы снял, мы снимали вот эту вот цена, это то, что мы снимаем еще с кем-то как будто бы, еще с одной семьей. По факту оказался еще одна женщина и вот сейчас еще на ротацию еще одну комнату начали просто постоянно кого-то подселять еще ненадолго. Вот и как бы, то есть вот в общагах когда ты живешь, намного лучше, потому что у тебя соседи постоянные. Да, там тоже общая какая-нибудь ванна, кухня и все такое. Но это вот ты привыкаешь к твоим соседям, ты с ними общаешься, там зачастую это очень даже прикольно. А тут у тебя такой момент, то что, грубо говоря, ты в каком-то притоне в каком-то, да, какие-то, ну не знаю, извините, в проститутском притоне, где как бы постоянно какие-то новые люди приходят. Мне это вообще не нравится и я так не хочу. Ну или я так хочу, но это должно стоить там в пять раз дешевле. Вот так что просто обманули, ну окей. Такая неприятная ситуация, я как бы сам виноват, то что я в нее попал, никого не виню. Вот просто от малоопытности, так сказать, новый репатриант. Приехали сюда очень резко. У нас, я бы снял, естественно, какой-нибудь Airbnb. Собственно, сейчас вот дальше мы уже, осталось шесть дней, я жду, вот считаю дни. Шесть дней осталось, мы снимаем уже через Airbnb. Просто когда приезжаешь из России, у тебя все карточки не работают, ты не можешь ничего снять вообще по Airbnb, ты не можешь ничего снять через какой-нибудь там booking. Вот. В итоге сейчас у нас уже есть карточки и сейчас вот я снимаю через Airbnb. Это там booking. Это в тысячу раз удобнее, потому что ты можешь, как бы, у тебя есть права. Да, там, что вот написано, то и должно быть. Если это не так, то ты просто, тебе возвращают деньги и, там, ты автоматически тебя могут найти какое-нибудь жилье, причем гораздо лучшего класса. Вот, так что неприятный момент жить в такой нехорошей квартире. И, ну, все было бы даже не так плохо, может быть, если бы тут еще постоянно не было просто вот такой балаган в плане, ну, бардак, конечно, сейчас я покажу бардак этот. Он ухудшился. Почему? Потому что, по идее, люди тут отсюда, видимо, будут переезжать и стало, в общем, еще хуже, еще грязнее. Вот. И невозможно спать. То есть тут один, одна соседка, она приходит очень поздно, ну, типа, после 11 она там еще моется туда-сюда, а другие соседи уходят в 6 утра. Соответственно, у нас наша комната, VIP-место, за которое мы заплатили, как бы, больше всех тут, она находится рядом с туалетом. Все время, когда кто-нибудь идет в туалет утром или вечером, ты, как бы, это слышишь и никуда от этого не деться. За окном, кстати, у нас детский сад, весь день стоит ОР, но это, как бы, окей. Вот. То есть я реально не успел. Вот вчера, например, я всю ночь не мог спать, потому что за дверью там что-то кто-то все время там кашлял, чихал, пыхтел, я не знаю. То есть просто я всю ночь не спал вчера. Вот. Так что, ребята, мораль сей басни. Дайте сейчас покажу, что тут как. Ну, вот это мысль, это наше местечко. Сейчас я его покажу. Это наше местечко. Мы тут спим, тут какая-то одежда у нас уличная. Мы работаем, там, там детский сад. Сейчас покажу его. Мы закрываем специально окно, потому что громко очень. Не, ну это сейчас тихо еще. Сейчас особо криков нет. Тут у нас шкаф есть, он сломанный. Но, тем не менее, что-то у него можно убрать. Давайте погуляем. Плюс, что есть ключ на двери. Мы начали закрывать вот эту штуку. Потому что свет, когда включают свет вечером в туалете, тоже как бы у нас становится, как днем светло. Поэтому простыню надели на стекло вот на это, чтобы просто ночью нас не будили многочисленные соседи. Это, кстати, еще забавно, так как тут постоянно новые жильцы. Вот мы спим в туалет, чтобы войти в туалет. Чтобы в него войти, надо включить свет. То есть новые жильцы, так как они появляются новые и новые, они же не знают, где тут что. И вот мы спали тоже ночью. Вчера или сегодня. А сегодня как раз. И человек просто ночью включил свет нам. То есть ты спишь, и тут вот так вот вхерачивает тебе свет. Ну, потому что человек, типа, хотел пойти пописать. И как бы он не знает, что еще как. Этот туалет вечно обоссан. Вечно он какой-то грязный. В него тут, видимо, что-то убирают. И всегда этот кружок приходится потом, каждый раз, когда иду пописать или покакать, извиняюсь, и мне приходится его мыть туалетной бумагой. Потому что он всегда грязный. Всегда. Всегда. Вот эта ванна. Ну, соответственно, ванна, это забавная вещь. Я сюда принес мыло, банку. То есть тут, как бы, изначально мы приехали, у всех там стояло мыло. У одного человека, у другое, у другое. Всех свое мыло. И вот я принес банку мыло. И я смотрю, что там начинает кончаться. Оказывается, то, что им начала пользоваться хозяйка и ее дети. И они даже ничего не спросили, просто начали пользоваться. И, ну, как бы, окей. Мне не жалко, то, что нам оно, нам это мыло из набора за 20 шекелей, но все равно, хотя бы, можно спросить ведь. Ну, ладно. Кстати, вот полочка наша, вот это тоже снесет. Ну, это такие мелочи, знаете, просто такие вот мелочи жизни. Но, тем не менее, у нас тут лежал кусочек мыла наш. Тоже, он просто пропал. В один момент его просто перестало быть. Вот он куда-то исчез. там было. А то сказали, что, типа, не знали, что это наше мыло, поэтому его кто-то там взял. Ну, вот. Это мелочи. Тут вот кто-то, это вот хозяйка тут моется, а тут наш ванна. Соответственно, тут живут всякие мухи, маленькие мушки. Я же вам показывал их. Ну, вот они ползают. Видите? Ползает какое-то большое количество. Тут их дофига. То есть, они все время тут живут. И это неприятно довольно-таки. Ну, тем не менее, как-то вот мы тут моемся. Вот. То есть, это как бы фишка в том, что хозяйка, она моется только тут. Она сказала, вот это мое место, а вы все остальные, все-все-все-все-все, кто вот приезжает сюда, вы моетесь вот в этом душе с этими насекомыми. И мы там моемся. Тут вот есть, соответственно, стиралка. Мы их пользовались пару раз. Вот. Нам даже порошка, типа, отсыпали. Ну, на самом деле, я вот, ну, мы получаем же наборы вот этих вот репатриантов за 20 шекелей. И я из этих наборов всем, кто тут живет, я отдаю всякую крупу, отдаю. Нам нам однажды дали несколько пачек сыра, тоже всем сыр раздал. То есть, банку масла тоже этой хозяйке подарил. Ну, в начале, когда только приехал. У нее дети же. Вот я как-то пытался ей помогать тоже. Вот она нам тоже, типа, подогнала порошка немножко. То есть, какая-то кооперация есть. Вот тут вот живет женщина. Сейчас ее нет, видимо. Вот это, собственно, сейчас тут, видимо, готовятся к переезду люди. Поэтому вот такой раздербан. Вот такой вот раздербан. Встала, как бы, в принципе, так же, как было. Может быть, погрязнее немножко. Ну, да. Кухня наша. Ну, вот тут мы едим. Тут всегда тоже грязно. Всегда грязный стол. Он всегда грязный. Я его мою каждый раз. Каждый раз, когда я сажусь, я беру салфетку и вот эти штуки мою. Но они всегда все равно грязные. И потом снова всегда все будет грязно. Это наш ящичек. Это наш единственный ящичек, который у нас есть тут. Тут мы хлеб храним. У нас тут есть тарелки. Вот нам, кстати, выделили тарелки. Вначале это помогло. Вот. И кастрюльку нам дали тоже. Это вот плюс. Плюсы этого дома, что нам дали тарелки, кастрюльку. Есть какой-то вот балкон. Плита. Ей можно пользоваться в целом. Такое вот местечко. А, ну и вот, соответственно, тут. Сейчас вот кто-то еще. Вот. А давайте обратно. То есть, как бы, с одной стороны, с одной стороны, я понимаю, что у всех людей, у них есть разные обстоятельства. И я сам рос в семье. Вот моя мама растила меня и брата. Ей тоже было тяжело и все такое. Но все-таки, знаете, вот есть какие-то моменты такие. Это порядочность, да, вот есть. Есть вот такие люди, такие, люди типа Остап Бендера, такие проходимцы есть. Даже Остап Бендер, но у него тоже какие-то принципы. В общем, есть люди, которые перешагивают через других людей. И вот даже в начале, когда мы сюда только въехали, был забавный такой диалог. Что-то там сказал мне, что-то я сказал этой хозяйке. Она мне ответила такую фразу, что-то на тему вот, типа, в Израиль вот кто приезжает, кем ты приехал, тем ты и останешься. Я так, ну, я посмотрел, типа, то, что я лох. То есть, это я насчет стоимости жилья, я что-то сказал. Вот. То есть, вот именно, это такой человек, который, как бы, он привык со всех все получать. То есть, понятно, что у него, типа, наверное, сложная какая-то жизненная ситуация. Но, знаете, вот есть такая фраза, типа, я же мать, я же мать. И вот мне поэтому весь мир, он должен. Вот. И можно других людей, как бы, иметь, обманывать, пудрить им мозги. И вот этот момент, это вот, с чем вот я сейчас столкнулся. Вообще, как бы, обычно мы очень не любим со штукенцией вот эти неформальные какие-то отношения. Мы редко в такие ситуации как-то попадали. Но вот так как мы сюда, так сказать, приехали, ну, вот так резко, то и попали. Мораль сей басни такова, кстати. Одна из моралей. Во-первых, когда приезжаете в Израиль, если вы ищите краткосрок, а его нужно вначале краткосрок искать, чтобы понять, где вы хотите что, ищите на неделю, максимум на две, не снимайте на месяц. Вот мы сняли на месяц, очень пожалели. Потому что месяц вытерпеть очень сложно. Неделю нормально. Дочень, неделю нам вообще все нравилось, потому что нам нравился, так понравился Израиль сам, как страна. То, что, как бы, тут очень было клево. Все. А вот чем дальше ты, как бы, тем ты сильнее уже начинаешь ощущать какие-то особенности, недостатки окружающие тебя. Так что две недели еще можно где угодно прожить, наверное, когда ты приехал. Ладно, в общем-то, меня немножко отвлекли. Тут постучался вот этот вот, ну, один из новых жильцов, который что-то там закрывал какую-то дверь, и у него замок сломался на входной двери. Есть люди, для которых договоренности с тобой устные – это полная чушь, и они тебя обманут. Ну, это, как бы, очевидная, наверное, для многих вещь, да. Но, на самом деле, когда я последний раз сталкивался с таким, с людьми, которые, как бы, обманывали тебя, то есть с ними договаривался о чем-то, и они тебя кидали. Устно договаривался. Штукенция, есть идеи, когда последний раз такое было? Нет, не помню. Я тоже, вот, такое ощущение, что, честно говоря, во моей взрослой жизни, мне 36-37 лет, я как-то, вот, мне, наверное, может быть, я не припомню, что я стал… А, кстати, ну, в МГУ на кафедре, помнишь, нас обещали то, что вот оформят официально, когда мы преподавали, помнишь? Да, кстати. Ну, вот, был еще один проходимец в нашей жизни, да? Вот еще один проходимец был, наверное. Ну, это, собственно, второй раз, когда нас обманули, вот именно ты договариваешься с человеком, смотришь ему в глаза, ну, сначала по телефону тебя обманывают уже, ты приехал, потом ты смотришь ему в глаза, он тебя тоже обманывает. Вот, в этом плане просто это хороший опыт именно для меня, самое главное не в плане жилья, потому что там какие-то жуки или что-то там в ванной, мне вообще наплевать на это, я, блин, на голой земле могу спать. Да, и спал много раз в экспедициях всяких. Вот. И мне Израиль сейчас настолько сильно нравится, я так полюбил эту страну, что вот эти все бытовые трудности, они меня вообще… Тьфу на них, мне наплевать. Это как мне смешно написали… Ну, это сейчас расскажу попозже еще. Вот, мне вообще наплевать на это все. Но тут именно опыт мой основной, это именно то, что я встретил с такого человека. То, что я, честно говоря, даже забыл о существовании таких людей, честно говоря. То, что они… Ну, где-то они есть, но вот, чтобы в реальной жизни его встретить, такого оленя, точнее прочувствовать себя, наверное, оленем, да. И, в принципе, задешево отделались. Ну, подумаешь, переплатили немножко за квартиру. Ну, подумаешь, помучились месяцы. Можно же так попасть и, наверное, и подольше, и побольше. То есть, мы, в принципе… Такая хорошая избучка от судьбы, так сказать. Я не верю в судьбу, но, тем не менее, хорошая избучка. То, что вот встречаются проходимцы, встречаются люди. Я не говорю, что вот этот человек, он какой-то там прям такой плохой преступник, какой-то вот страшный, я не знаю, там, чикатило. Нет, просто вот этот человек, который на голубом глазу тебя обманет, ради того, чтобы получить профит. Вот. Еще интересный момент. Нас обвинили тут… Вот эта же хозяйка вот эта… Обвинила нас в краже ее телефона. Серьезно. Мне написало сообщение, что вот, у меня такие нехорошие мысли, я плохо сплю, и у меня нехорошие мысли. У меня пропал телефон. Вы, случайно, его не брали? Ну, вот я вам показал сейчас, какой тут дестрой в доме. Да, какой тут бардак. Как бы он бывает сильнее, бывает меньше. И он, на самом деле, очень сильно, как бы, ратируется. То есть, это не статичный бардак. Он, как бы, постоянно там, вот он, разный. Вот. И человек, вот, видимо, оставил где-то тут свой телефон. И, видимо, в этом бардаке не может найти. Я не знаю. Или, возможно, правда, его подрезали одни из вот этих новых жильцов, потому что тут они меняются, как перчатки, как я сказал. Вот. Ну, вот нам предъявили тоже. Это было, конечно, неприятно довольно-таки. Учитывая, что, как бы, это вот какой-то, какой-то у него там айфон пропал. Какой-то древний, не знаю. Такой бесплатно на улице не возьму. Вот. Потому что мы пользуемся только самсунгами. Ну, и просто, как бы, нахренать нужен чужой телефон. У нас своих три штуки. Ну, ладно. В общем, тоже неприятный момент. И это вот в таком ключе, что каждый человек, он других людей соотносит по себе. Да. Ну, ладно, как бы. Еще интересно то, что в итоге изначально, это вот эту квартиру, когда мы ее искали, с нами связалась одна женщина. Женщина, и она сказала то, что вот, типа, есть один вариант, позвоните вот этой вот хозяйке. Спросите, чего, как, вот там за 2 500 она как раз дает. Мы позвонили, и она сказала, что она дает 2 700. Ну, мы там что-то с ней поговорили, поторговались. Она, типа, сказала, нет, 2 700, и все. Ну, нам некуда было попадаться, поэтому мы такие, ну, вон, хорошо. И когда мы сюда уже приехали, с нами снова связалась та вот первая женщина. И сказала, вот, я тут узнала, что вы у нее сдаете. Ну, она посмотрела, видимо, наше видео, я не знаю. Что вы сдаете, что вы снимаете ее за 2 500. Хотя эта женщина мне сказала, что она за 2 700. Хотя эта женщина сказала, что это за 2 500. Типа, она ей так сказала. И там у них, может быть, они договариваются, какой-то комиссия, не знаю. То есть она по воде то ее кинула, что ли, или что-то такое. Не знаю. И, короче, эта женщина смешно. Она говорит, типа, хотите я вам эти 200 шекелей отдам? Ну, потому что, получается, вас обманули. И, типа, я вас обманул, получается, потому что я сказал, что это за 2 500. Ну, мы эти 200 шекелей не стали у нее брать, потому что, ну, мне кажется, при чем тут она, во-первых. А во-вторых, просто, на самом деле, это тоже женщина такая была немножко чудная. И, в общем, мы с ней так пообщались. И у меня сложилось впечатление, что у нее так вот это вот, ну, я не знаю. Не хочу, так сказать, какие-то домыслы говорить. Но, в общем, не захотелось с ней продолжать общаться. То есть это тоже какое-то странное было. Такое, то ли это вот тебя тоже кинут на что-нибудь в очередной раз. Пойдешь там с ней встретишься и не знаю, что там произойдет. Короче, мы забили на этом. Вот. То есть вот эта нехорошая квартира, где мы сейчас. Это, в общем, хороший опыт. Очень. Я считаю, мы дешево отделались. И вот осталось всего лишь 6 дней дотерпеть. Это очень тяжело, на самом деле. Но так как мы в основном занимаемся плотно штукенцией все время. Монтируют видео. Я программирую. Мы ходим все время. Снимаем видосы. Учим и ври. То есть у нас время особо нет. Ну, кроме того, что нам спать не дают тут так плотно. И в целом то, что тут такой балаган. И как бы ты понимаешь, что ты все время это понимаешь, что тебя как бы обманывают в одном, втором, третьем, пятом. В целом, как бы, ну, не то, чтобы это прям какая-то пытка какая-то. Ну, кроме как вот того, что ночью спать невозможно. А так бывает, наверное, хуже. То есть можно подумать, наверное, люди, которые сейчас там где-нибудь в окопах, наверное, им хуже, да. или беженцы, да, настоящие беженцы. Мы, кстати, вот, собственно, первые ребята, которые сюда приехали. Это тоже интересная история. Вот это видео, я хочу его назвать «Социальное дно Израиля», да. На котором мы случайно оказались на этом дне. Хотя не планировали. Ребята, которые сюда, собственно, вот эти вот. Одни из тех, кого-то сюда поселили, там, девочки. Они типа везде писали, что они беженцы. Я просто видел в Фейсбуке их посты, там, да, они беженцы. Из Белоруссии, что-то такое вот. Я к ним пришел тоже. Думаю, вот они беженцы. Ну, как бы, наверное, им сильно хуже, чем нам. Вообще, кто такой беженец? Беженец – это тот, кто как бы вынужден уехать в другую страну, потому что своей небезопасно ему. И в этом плане мы со штукенцией тоже в некотором роде, наверное, беженцы. Но мы все-таки новый репатриант. Репатриант чем отличается? То есть можно быть и беженцем, и новым репатриантом, да. Но все-таки новый репатриант – это, еще раз, это привилегия огромная. Потому что тебе тут очень сильно помогают. И деньгами, и вообще. А все-таки беженцы – настоящие беженцы, которые сюда просто приезжают. И тут им, конечно, тяжело, потому что у них вот такой поддержки нет финансовой. Вот, и они как бы приезжают, и им, наверное, тяжело. И все такое. Я подумал, ну, надо им помочь как-то. Набрал там каких-то вкусностей, которые нам тут из этого набора дали. Там какой-то кекс шоколадный, что-то еще там. Вот. И отнесся им, говорю, вот, типа, возьмите. Давайте мы вам что-нибудь еще расскажем тут полезного. Рассказали, я спрашиваю. Ну, нет, мы уже, типа, день-другой жили уже тут. Я говорю, вам, может быть, хозяйка рассказала про то, что тут есть, можно за наборами ходить, за бесплатными. Ну, там можно есть место, где можно одежду получить. Вот. Там есть вот бесплатный автобус до моря. Может, вам уже, ну, наверное, рассказала вам. Она говорит, нет, мы не знаем вообще. Нам никто ничего не рассказывал. Я такой, ну, ладно. Подарил им эту еду. Они там благодарили всем. Рассказал им, где чего брать. Где еду, где одежду. Как до моря до этого браться бесплатно. Всякие лайфхаки такие, которые знают, те, кто уже сюда приехал. Вот. Но смысл в том, что потом я с ними уже разговорился. Оказывается, то, что вот беженцы, да, они везде во всех там, в группах, везде пишут, что вот мы беженцы. Типа, вот помогите нам туда-сюда. Ну, помогите найти жилье. Оказалось, то, что девочка работает уже несколько лет в Москве. Ну, она из Беларуси изначально. Везде пишут, что вот мы беженцы из Беларуси. Оказывается, что она уже много лет там работает легально в Москве. Каким-то там бизнес-аналитиком, что-то такое, не знаю. Ну, короче, зарплата у нее большая какая-то, нормальная, видимо. И вот они сюда приехали, я не знаю, ну, наверное, тоже убегают от чего-то, наверное. Но смысл в том, что, как бы, у них дела сильно лучше, чем у нас, по всей видимости. Ну, потому что люди продолжают спокойно получать свою зарплату московскую. Они удаленно работают и, как бы, ну, если ты много лет живешь в Москве и работаешь там официально, то, как бы, являешься ли ты беженцем за Беларусью? Тоже вопрос. То есть, я имею в виду, я ничего не хочу сказать плохого там про них. Может, они отличные ребята. Может, я это так просто воспринимаю, не совсем. Может, это не совпало, наверное, с моими ожиданиями. Потому что у меня ожидание, вот я когда представляю себе, кто такой беженец? Беженец – это человек, который вот реально в критической ситуации. У него нет денег, у него ни хрена нет, ему нужно помочь. Вот ты берешь ему там, несешь еду, одежду, как ты пытаешься его устроить бесплатно вообще как-нибудь. А тут ребята, так сказать, они… Она рассказала нам, как она шекель эти меняет на рубли. Вот. И, как бы, у них все в порядке. Как бы, вот они сейчас сняли там где-то уже надолго жилье. Я ничего не хочу сказать, просто вот именно я увидел то, что они пишут везде в интернетах. То, что вот, типа, помогите нам, мы такие несчастные, а вот на самом деле у людей все нормально. Вот. Это немножко странно. Такой тоже момент. Такое, знаете, какое-то вот… Такое ощущение, что сюда приезжает очень много остап-бендеров всяких. Вот, как наша хозяйка, как вот эти типы беженцы. Вот. То есть, ну, не знаю, можно ли сказать, что мы такие остап-бендеры со штукенцией? Мы никому, как бы, ну, не говорим того, чего нет. То есть, просто мы говорим, как есть. Кто мы, что мы. Вот. То, что мы там вот этим… В феврале подали вот эту заявку. Консул нас приняли. Мы сразу приехали. И вот, как бы, мы тут ищем чего-то. Мы пишем, кто мы, что мы подробно. Откуда мы. Вот. А многие люди, они, так сказать, пользуются. Видите, тоже я столкнулся с тем, что вот мы, когда искали жилье, тоже вот мы приехали, только-только приехали. И сделали пост в фейсбуке, мол, мы ищем жилье. И написала нам девушка, вот вы ищете жилье на месяц, да. Ну, вот такого жилья вы хрен найдете. Поэтому вы пишите всем, что вы ищете не на месяц, а на год. А потом просто съезжаете. Она написала. Я говорю, ну, как это, получается, нечестно так делать. Ты же, ну, врешь, получается. Ты врешь людям, потому что они рассчитывают, что ты у них год будешь жить, а ты, зная то, что ты будешь жить месяц, ты их обманываешь. Она говорит, ну, и что, типа, это нормально. Чего вы такие высокоморальные, типа, спрашивает. Ну, это местная какая-то девочка. Я говорю, ну, мы не хотим никому врать. Она говорит, ну, ладно, давайте я вместо вас буду говорить, хотите. Типа, вот у меня есть знакомый, который сейчас задает, он задает на год. Но я могу сказать, что вы, типа, ну, что вы хотите снять на год, а вы там, типа, на месяц приедете. Ну, это девушка говорит нам. Я говорю, нет, типа, спасибо, не надо. Мы так не хотим. То есть ты придешь человеку в глаза, посмотришь, и, как бы, тебе придется в любом случае ему соврать. Ну, как бы, ну, это обман по дефолту. Я не хочу никого обманывать. А тут это норма какая-то вот приезжих. Наверное, действительно, если ты вот оказался на вот этом вот социальном дне, извините, когда, ну, может быть, какая-то такая жесткая ситуация. Я даже не вот, я до сих пор не понимаю, потому что вот эти вот девочки, которые там, типа, беженцы из Беларуси, я не понял, в чем их беженность, если они получают высокую московскую зарплату, какие-то бизнес-аналитики, блин, приехали сюда на море отдыхать. Ну, я не знаю, может, у них там действительно какие-то проблемы. Ну, как бы, я как-то по-другому просто себе представлял. Еще раз, у всех свои ситуации, обстоятельства. Я не хочу, я никого не сужу и никого там не обвиняю ни в чем. Просто конкретно мои какие-то. Я не говорю, что я такой хороший. Нет, я лох. Видите, меня все обманывают по факту. Вот. То есть, если ты, типа, честный чувак, который говорит все как есть, ты, как бы, в пролете, ты не найдешь себе жилье в Израиле, да, краткосрочное. Ну, по крайней мере, пока у тебя не будет карточки, чтобы на Airbnb в три дорого снимать. Ну, вот у нас сейчас есть, мы вот так будем делать. Что делать? Зато честно, зато ты, как бы, застрахован от того, что тебя обманут. То есть, просто все люди, грубо говоря, они делятся на кроликов и, видимо, волков, я не знаю. И вот мы со штукенсой, мы кролики. Ну, вот. И в Москве всегда тоже мы сталкивались с такими моментами, что тебя все время пытается кто-то съесть. Вот ты такой, как бы, пытаешься никого не трогать, ни с кем отношений не портить. Пытаешься говорить, как вот есть. А тебя все время пытаются обмануть, использовать, да, начиная с того, что вот, например, штукенция, там, отдала денежку своим родителям в 12 тысяч евро, отдала им, типа, на хранение. Типа, вот, ну, типа, вот, может, вам нужны они сейчас, ну, типа, возьмите, типа, дом строите какой-то туда-сюда. У нас есть про это видео. Но потом, когда они нам понадобятся, вы нам тоже отдадите. Вот. И в итоге они просто нам их не отдают. И сказали, что если мы их попросим, то, типа, это все последний разговор в нашей жизни будет. То есть, просто, ну, грубо говоря, обманули, украли эти деньги. Окей. Ну, это, как бы, взрослые люди взрослым людям дают то, что, как бы, ты своим родителям не подарил эти деньги, ты дал им, как бы, в долг. Так точно так же, как и, там, мы у них, там, можем взять в долг. Они у нас, как бы… Это, вот, тоже такой момент, потому что мы сталкиваемся с этим даже на уровне наших родителей. То есть, вот… Или моя мама, она тоже такой вот волк по жизни была. Но все-таки волки бывают разные. И вот есть какой-то такой момент, то, что ты устно договариваешься о чем-то с каким-то другим человеком, смотришь ему в лицо, грубо говоря, жмешь руки. И когда ты так делаешь… Ну, в Москве, честно говоря, вот я не сталкивался с тем, чтобы меня люди так вот обманывали. Обычно, если договоренности… Бывает, они заканчиваются. То есть, тебе просто человек говорит, прошло уже какое-то время, прошел там год, сколько-то. Он тебе говорит, вот, ты знаешь, у нас была договоренность, но сейчас вот обстоятельства изменились, поэтому в глаза тебе говорит человек. Поэтому, типа, вот, дальше не получится сотрудничать, например, или что-то такое. То есть, с таким я сталкивался, это нормально. То есть, всегда вот так люди обычно делают. То есть, обстоятельства изменились, вот как правильно, грубо, вот эта ситуация, которая у нас возникла с хозяйкой с этой… Она помогла нам подойти и сказать, вот, ребята, ситуация изменилась. Я хочу тут сдавать вот эти вот еще какие-то комнаты посуточно, каким-то там непонятно кому. Давайте, хотите, вот я вам верну ваши деньги и можете съехать прямо сейчас. Вот это как бы нормально по-человечески. То есть, все равно, как бы, это тоже не очень приятно, потому что, как бы, ты тоже рассчитывал на это, на все, да, то, что ты, вот, ты, там, договорился уже, то, что ты месяц будешь жить, и вот тебе, там, через две недели сказали, вот, ну, хочешь, типа, живи, ну, вот, типа, меняются. Все тоже некорректно, так тоже плохо делать, но это хотя бы можно еще понять. А так тебя просто по факту ставят, ну, или, типа, проваливай отсюда, нахер, все. Вот, потому что, как бы, все это устно и все это никак не… Никак не, ну, не зафиксировано. Вот. У нас даже есть какая-то расписка, там, вначале, когда мы делали, как бы, там, 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 расписку какую-то написали, то, что, вот, я получил, там, какую-то денежку от нас. Ну, это же чушь все, как бы. Естественно, ты, как бы, не хочешь, не хочет никто с этим связываться совсем, с этими расписками. Вот. Так что, просто, это такая хорошая школа. И еще, вот, я заметил интересную вещь, то, что, вот, еще раз, вот этот момент, то, что, как бы, этот человек, вот, которого мы снимаем сейчас, он, как бы, ну, вот, он привык пользоваться другими людьми. То есть, вот, вот она, например, человек владеет какой-то ценной информацией для вновь прибывших. То есть, вот, там-то можно получить продукты, там-то можно, не знаю, там, что-то дешевле купить. И вот, человек, он этими вещами не делится ни с кем. То есть, он это расценивает, как тоже такой способ, чтобы этим поделиться, и чтобы за это что-то получить. То есть, как бы, вот такая ценная информация, которую человек придерживает, чтобы, как бы, это как товар у него. Вот, он это продает, грубо говоря, тебе. Вместо того, чтобы просто взять и, ну, там, сразу же человеку, там, рассказать про что-то. Вот, я вот, ну, я просто увидел это, уже на себе прочувствовал, вот, еще ребята, которые тут тоже были. И, то есть, вот, тоже такой момент, как бы, вот, бесплатный совет, да, то есть, зачастую вы его не получите тут. И люди будут пользоваться, вот, информацией, это тоже товар, можно сказать, для многих людей. Поэтому, в общем, тоже неприятный момент. Просто, вот, есть такого типа люди, и надо это понимать, что тут, в среде, куда вы приезжаете. В Москве они тоже таких, наверное, дофига. И, наверное, точно так же, они, так сказать, питаются вот этим планктоном приезжих. Да, то есть, когда приезжает человек, там, в Москву, его, там, могут обдирать менты, наверное, да, там, на вокзале где-нибудь. Потом, вот, там, обманывает какой-нибудь таксист, его обманет какой-нибудь тоже квартир, человек, который будет сдавать ему квартиру. Ну, то есть, кто-нибудь, там, зарплату кому-нибудь не заплатит, опять же, очень частые вещи. То есть, ты устраиваешься, там, в какую-нибудь серую контору, тебе кидают на зарплату. Вот, и, ну, в Москве мы с этим не сталкивались, потому что мы там, как бы, никогда не… Все, все всегда у нас формально было. Но, так как мы тут приехали, у нас просто не было возможности, как бы, что-то снять, вообще. То есть, вообще не было ничего. И не было, не было никаких карточек. Наши российские карточки, они тут нигде не работают. Нам пришлось вот пойти на вот этот вот, так сказать, саблет договорной. И, соответственно, сразу же нас обманули, то есть, сразу. Поэтому просто будьте готовы, что… Вот вы, может быть, человек такой, ну, обычный, нормальный человек. Не наркоман, не алкоголик, ничего. Но вы можете оказаться тут, на вот этом дне, очень быстро. На самом деле, просто хотя бы в плане бытовом. Да, то есть, будьте аккуратны. Ищите сначала жилье себе на неделю, на две максимум. Заплатите лучше чуть-чуть больше, там, на 30% больше. Зато вас не обманут, не кинут, у вас будут гарантии. И важный момент. Никогда не снимайте жилье, где есть чужие дети какие-то. Потому что они вас достанут просто. Ну, то, что ты никогда не знаешь, что это за дети, какие они, как их воспитывают или вообще не воспитывают, например. И это тоже, в общем, жесть. То есть, я думал, что в моей жизни хуже соседа, чем повар, который каждый день снимает новых проституток. В Нидерландах у нас такой был сосед. Я думал, в нашей жизни хуже соседа не будет. Он еще все время дымил, курил прям, как паровоз. Я ошибался очень сильно. Вспоминаю о нашем курящем поваре, который приводил шлюх каждый день. С любовью и добротой. Какой был классный мужик, какой классный сосед был. Просто, господи. Все познается в сравнении, ребята. Все познается в сравнении. Вот, так что... Ну, даже вот то, что сейчас со мной произошло, вот эта ситуация, это бытовая еще раз ситуация. То есть, там еще и смешной момент. Ну, я такой человек, который как бы говорит, что думает обычно. Я вот написал этой хозяйке местной. Сказал, что... Ну, вообще, ты знаешь, это неправильно так делать. Когда ты... У нас была договоренность, ты не соблюдаешь ее. Когда ты просто берешь, подселяешь кого-то сюда. То есть, это некорректно. Так нельзя делать. И она мне ответила вот, что она мне ответила. Вот. Типа, вам грех жаловаться. Вы тут, вон, целый день, типа, сидите дома. Вы... Как же она сказала? Говорит то, что вот. Тут вообще очень просто в Израиле. Как ты относишься к Израилю, так он относится к тебе. Если ты не любишь Израиль, то и тебе будет плохо. И вот интересно, что этот человек, он так связывает себя. Он ассоциирует себя, как Израиль. То есть, типа, вот эта женщина. Я должен ее с какой-то стати любить. За счет... Она меня обманывает. Да, имеет во все щели. Я должен ее, типа, любить. То есть, она думает, что вот она Израиль. Как раз вот, мне кажется, тут важный момент. То, что важно не ассоциировать страну и проходимцев, которые иногда встречаются. В любой стране есть проходимцы. В любой стране есть непорядочные люди. И очень важно, как бы, фильтровать именно, как бы, вот этих вот людей, которые могут случайно тебе встретиться от страны. И вот я вижу, что страна Израиль, как страна, это суперская страна. Большинство людей тут офигенно классные. Большинство людей тут лучше, чем в Москве, в плане каких-то морально-гуманистических качеств. Больше людей помогает, больше людей отзывчивых. Вот. И в целом, как бы, страна более развитая по многим параметрам. Но, как бы, вот, да, тут встречаются тоже проходимцы. Вы тут можете оказаться на дне. Тут бывают плохие места, реально плохие. Вот. И очень важно это не ассоциировать. И у меня вот этой ассоциации как раз нет. Я Израиль уже полюбил, мне нравится эта страна. Но я четко разделяю, как бы, людей, которые очень разные, и страну. И страна, кстати, это есть момент такой, как государство, как какая-то государственная система. Так страна это тоже, как какое-то вот, ну, население, какой-то коллективный разум, как какой-то этнос, традиции, особенности, какие-то моменты, там, какие-то общие характеристики народа, да. И вот общие характеристики народа, то что тут все очень толерантные, добрые, хорошие, отзывчивые люди. Мне это очень нравится. Но, да, ты можешь попасть на какого-нибудь человека, который, там, например, какой-нибудь, не знаю, там, дискриминирует, да, который других людей, можно сказать, им что-то навязывает или плохо к кому-то относит. То есть такие люди тут есть. Их абсолютное меньшинство, их очень мало. Или можно нарваться на какого-нибудь проходимца, да. Но это не есть страна. Поэтому, если вам в Израиле не повезло, это не значит то, что вот он такой плохой. Это вот нужно воспринимать просто как новый опыт. Я так это воспринимаю. Сейчас мы перейдем в другое место. Там уже будет все, так сказать, формализовано. Я думаю, там нам гораздо больше понравится. Там мы, кстати, снимаем за 100 шекелей в сутки. Это очень дешево. То есть 3 тысячи в месяц, но это именно посуточно, понимаете. Это очень дешево за целую квартиру. То есть тут мы комнату снимаем в коммуналке с четырьмя другими семьями. Тут мы снимаем, в принципе, за те же там 90 шекелей, грубо говоря, в сутки. А там ты снимаешь свою собственную квартиру полностью. И плюс это все формально, формализовано, официально. И ты защищен. Чувствуете разницу? Так что я думаю, там у нас будет другое ощущение. Так что еще раз, я не виню ни в кого ни в чем, не обвиняю. У всех как бы, ну все люди разные. Неприятно, конечно, сталкиваться с таким. И я бы не хотел, чтобы мои пути еще пересекались с такими людьми вообще. Но, наверное, это неизбежно. Потому что мир очень большой. И в процентном соотношении, как бы, такие люди встречаются. Но нужно их как-то быстро уметь распознавать и их избегать просто. Вот и все. Так что это хороший опыт, дешево подделались, я считаю. Такое длинное видео, болтательное, вы уж простите. Напишите вашу историю, может быть, у кого-то тоже. Как часто вы сталкиваетесь с людьми, которые вам в глаза врут? Которые вас пытаются надуть? И вообще, в целом, я сказал, такие категории людей, которые перешагивают через других. То есть, вот, ты по голове и по головам идешь, расталкиваешься их локтями. Как часто вы с такими людьми сталкиваетесь? Напишите, пожалуйста. Буду ждать ваши комментарии. Удачи!